Далее в 1903 году последовал раскол, с которого начался затяжной период постепенной деградации янухианской системы, длившейся почти столетия. В контексте нашего курса нет смысла подобно останавливаться на истории развала Золотой Зари. Скажу лишь, что в итоге появилось пять основных ответвлений. Во-первых, остался орден признающегося Мазерса. Он переименовался в Альфу и Омегу. Впоследствии янухианской системы там совершенствовалось. В том числе добавилась, например, работа с гептархией. Во-вторых, появился исправленный устав Золотой Зари, который возглавил Артур Эдвард Уэйв. Однако он был по сути мистиком и в конечном счете ушел в сторону мартинизма. Далее еще был Роберт Фелкин, который основал орден Сталина Матусина, то есть Утренняя Звезда. Он базировался в Новой Зеландии и янухиану из системы он убирать не стал, хотя она оставалась по большей части для скранга, чтобы пролить свет на истинную историю янухианы. Правда, результаты расходятся с историческими данными. Кстати, полная система магии Золотой Зари Исраэля Регарди – это документы именно данной организации, отвалившейся от организации Мазерса. Далее Вайолет Мэри Фёрд, она же Дион Форчун. После смерти Сэмюэля Мазерса Форчун поругалась с его женой Мойной Мазерс и в 1922 году основала свое, так называемое, Братство Внутреннего Света. Затем еще Пол Кейс, он в тот же год был выгнан Мойной за свои странные сексуальные теории, как она это назвала. Тогда же Кейс основал в Нью-Йорке Бота, что расшифровывается как строители святилища. Ни Форчун, ни Кейс не использовали янухиану, и у Кейса есть весьма развернутые пояснения на этот счет. Во-первых, он считал янухианскую магию чуждым элементом для Маккензи и Леви. А во-вторых, он считал ее опасной. Регарди по этому поводу переписывался с Кейсом, думая к нему присоединиться, но затем все-таки ушел к Фелкину. Среди аргументов за опасность янухианской системы, в первую очередь, выделялась ее опасность для психического состояния. В пример Кейс тут привел бывшего члена Золотой Зари, Алистера Кроули, который, по его словам, потерпел личностное кораблекрушение и совершенно съехал с катушек. Впрочем, сам Кроули считал, что его неадекватное состояние и поведение – это, наоборот, подтверждение его успехов. Теперь можно перейти к персоне Кроули, поскольку он очень своеобразным образом в итоге переделал янухианскую систему. Рассмотрев его личный пример, можно будет легко понять, почему многие раскольники перестали вообще протековать янухиану и откуда у них появилось такое мнение об этом члене Золотой Зари. Во-первых, как я уже говорил, Золотой Зари янухианская магия давалась лишь во Втором или Внутреннем Ордене. К 1900 году Кроули захотел стать кандидатом туда, однако лондонское отделение было резко против, в том числе формальный руководитель Второго Ордена Флоренс Фар. Она в том числе негативно относилась к впечатлительности и бисексуальности Кроули. Кроме того, от своего друга и собрата Аллы Беннета Кроули получил копию книги Эйдж, то есть копию, которую в свое время снял Уэскетт со словом 307. Таким образом, несмотря что по статусу и опыту ему это не помогалось, он, во-первых, ознакомился с данными материалами, а во-вторых, начал по ним пытаться практиковать янухиану. Стоит заметить, что эти опыты сопровождались обильными видениями, что уже было плохим звоночком. Кроме этого, Кроули был в курсе о связи Великой Скляжали с эфирами, однако его понимание их в корне отличалось от того, что было у Ди и в целом основывалось на некоторых спекуляциях золотой зари. С данной точки зрения эфиры представлялись как 30 сфер, которые словно опоясывают земной мир. Но, как мы уже рассмотрели, у самого Ди это всего лишь 30 областей как раз-таки земного мира. Это 30 климатов или ветров, если угодно, которые управляют разными географическими областями. В любом случае, когда Фар отказала ему возвышение в иные градусы, он обратился к Мазерсу, и тот согласился возвести его лично в Париже. Такая ситуация, в частности, и деспотичное управление золотой зарей в целом и породили, во-первых, раскол золотой заря, а во-вторых, попытки раскольников и впоследствии Кроули самостоятельно вступать в контакты с так называемыми тайными владыками, чтобы получить маломальски значимые для других обоснования своей власти над организацией. Сразу после конфликта с другими членами золотой зари Кроули отправился путешествовать и в ноябре 1900 года, находясь в Мексике, провел скраинг с нижними, как он их посчитал, эфирами, а именно с 30-м и 29-м. Его это невероятно впечатлило, и, как писал его биограф Ричард Козинский, апокалиптические и сюрреалистические видения были следствием евангелического воспитания. Напомню, что родители Кроули состояли в пуританской секте, и во время пубертатного периода он испытал резкое неприятие не только этой секты, но и всего, что связано с христианством, принеся впоследствии это неприятие через всю свою жизнь. Далее же опыты Кроули с янохианской магией и видениями продолжались. Например, в 1904 году Кроули со своей первой женой Роуз прибыли в Каир. Роуз начала вести себя странно, и, чтобы усугубить ее состояние, Кроули начал проводить разные ритуалы, пока на конец 20 марта не призвал так называемого Рагорхуита. Тот посредством Роуз провозгласил, что только что прошла двухтысячелетняя эпоха Осириса, и наступила новая эпоха, новая эра, Эон Гора. Теперь Кроули решил настроить связь с тайными владыками, подобно тому, как и до него это делали те, кто поругался с Матросом и покинул Золотую Зарю. Вообще, сама концепция тайных владык оказалась для Золотой Зари бомбой замедленного действия, с какой-то стороны. Из-за того, что эти владыки рассматривались как некие нематериальные существа, искушение выйти с ними напрямую могло появиться много у кого. Естественно, выйдя на связь с этими владыками и предложив внедрить свою тему в Золотую Зарю, Кроули был послан Матросом куда подальше. Однако Кроули не отшелывался, потому что он был уверен, что гор и тайные владыки требуют, дабы он создал новые ритуалы и новые магические формулы, подходящие для нового Эона. Поэтому в итоге с 8 апреля по 10 он написал свою работу под названием «Книга закона», сделав себя пророком нового Эона и основателем нового религиозного движения, которое назвал Телемой. Несмотря на это, он не торопился продолжать работу с эфирами. Тут важно заметить, что в письме Джону Фуллеру от 30 октября 1909 года Кроули писал, что не так давно он ознакомился с манускриптами по инохианской магии. Как я уже сказал, еще за 9 лет до этого он провел практику с эфирами, считая их некими наднебесными областями. И тут вы сами понимаете, что произошло. С одной стороны, его предположения подтвердились с помощью опыта, а с другой стороны, ознакомившись с рукописями, он увидел, что в реальности эфира это вообще нечто совсем иное. Вероятно, у него был когнитивный диссонанс, «Такой же я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить нюхать клей». Но в любом случае ему оставалось два варианта. Либо признать свои видения неуменяемыми, что в том числе касалось бы и книга закона, либо продолжить настаивать на своей позиции. Он был так опечален, что найденные в эфирах информацию назвал впоследствии наиболее беспокоящим его разочарованием в эфирах. В любом случае, уже в ноябре 1909 года он был в Алжире. Правда, уже не с женой, а с любовником Виктором Нойбергом. Судя по тому, что произошло в Алжире, он решил полностью довериться своим видениям, а не словам ангелов из рукописей Ди. Более того, Кроули настолько увлекся, что впоследствии утверждал, будто бы не проводил никакой предварительной подготовки перед теми работами с эфирами, которые провел с любовником. Дело в том, что Кроули решил вызывать эфир за эфиром, двигаясь в направлении от последнего к первому. Как можно себе представить, его начал нещадно крыть, и это усугубилось при достижении 10-го эфира, где он встретил то, что назвал Харанзоном. Харанзон впоследствии стал важной фигурой мифологии у тех, кто интересовался оккультизмом религиозной системы Келемы. 6 декабря ночью в пустыне близ Бусаада Кроули и Нойберг зачем-то соорудили круг и треугольник из Гаэтии. Собственно, Нойберг выступал в роли оператора и стоял в круге, а Кроули сел внутри треугольника как медиум. В процессе ритуала Кроули стал одержим, напал на Нойберга и даже покусал его. Правда, затем он вернулся в треугольник, и когда уже оказался в нем, весь ритуал завершился. Кроули решил, что 10-й эфир – это та область Древа Жизни, которая в Золотой Заре называется Бездной, отделяющий сферот Микропрозопа от остальных. Для Мазерса это Бездна как концепт служила скорее в качестве барьера, отделяющего тайных воды к Золотой Зари от всего остального мира таким образом, чтобы у посвященных Первого и Второго Ордена не возникало особого желания с ними связываться. Проще говоря, это была мистификация, которую Кроули принял за реальность. Кроули, тем не менее, настолько накрыло, что он посчитал, что вошел в эту бездну и встретился там с демоном по имени Харанзон, преодолел его и таким образом пересек бездну, что для него лично означало уничтожение эго и приобретение состояния мистического единства с высшими мирами. Ситуация становится вдвойне, если не втройне комичной, если рассмотреть, что такое этот Харанзон вообще есть сам к себе. В одной из сессий Джона Ди и Эдварда Келли ангелы сообщили о грехопадении духов и что настоящее имя их владыки не сатана, а Коронзон. Обратите внимание, первая буква К, а последняя М. Таким образом, в таком виде это имя встречается только единошкой в рукописях и является одним из случаев, когда духи говорили с Ди на богословские темы. Затем, как вы знаете, появилось издание ряда дельников Ди у Мирика Казабона. И именно в этом отрывке он допустил очередную опечатку и вместо Коронзон написал Коронзон с Н на конце. Далее в манускрипте словом 307 первая К превратилась в Х и получился, собственно, Хоронзон. Потом эту ошибку переписал Уэскот, Уэскота Беннет, а у Беннет Кроули. Таким образом, Хоронзон – это очередная фикция, порожденная некомпетентностью и тем, что люди просто не изучали рукописи внимательно. Хотя тот же Кроули в них, как он говорит, копался. И даже несмотря на это, Кроули все-таки получил эффект. Подобным же образом, как он получал его работы с эфирами, еще не зная, что они на самом деле собой представляют. Из этого уже явно видно, что Кроули поставил на свой, насколько бы он ни расходился с реальностью, опыт, а не на реальное положение дел. Впоследствии данный подход к Нахиане стал развиваться у тех, кто так или иначе и был под влиянием Телемы. Во-первых, это было в секулярном сатанизме Лавея, основавшем церковь сатаны в 1966 году. В своей сатанистской Библии, изданной в 1969, Лавей использовал инохианские ключи, комичным образом заменив слово «бог», написанное по-янохиански в оригинале, на слово «сатана», написанное по-английски. Однако то, что Лавей просто зарабатывал деньги на своей церкви, устраивало далеко не всех, и таким образом в 1975 последовал раскол. В том же году несколько амбициозных сатанистов во главе с Майклом Акино основали организацию храм Сета. Акино интересовался техникой Кроули по работе с эфирами и провел ряд ритуалов, о которых написал книгу, под названием «Книга ночного проявления», название которой, впрочем, можно в принципе перевести и буквально как «Книга ночного прихода». Дело в том, что незадолго до 8 марта 1975 года у руки Кокина попала книга Казабона, прочитав которой он понял, что янохианские ключи Лавея – это какая-то несуразица, и решил поработать с настоящими ключами. В результате 8 марта он произвел ритуал для работы с 13 эфиром, после чего написал, что это и есть место нахождения тайных владык. Причем это те владыки, о которых, дескать, писал Кроули, то есть они относятся к пути правой руки. Разделение на пути разных рук первоначально придумал Блавацкая, у которой, если говорить вкратце, адепты левой руки занимаются черной магией, хотя не совсем понятно, что ей имелось в виду. Далее этими терминами пользовалась Форчун. Для нее представители пути левой руки примечательны тем, что это гомосексуалисты, то есть это был прямой намек, сами понимаете, на кого. Однако, более всего, эти термины популяризовал сам Кроули, для которого представители пути левой руки, или, как он еще говорил, черные братья, это, по сути, те, кто не согласен с его подходом. В общем, Акино обнаружил именно тех тайных владык, которые, с точки зрения Кроули, относились бы к правой руке. Однако, Акино было этого мало. В свое время он разработал несколько сатанистских ритуалов, где использовал юготический язык из фэнтези Лавкрафта Актулку. Он считал, что, используя его, можно перевести инохианские ключи на английский более точно. И, несмотря на то, что незадолго до этого он критиковал Регарди за его правки в переводе на английский, и, несмотря на то, что сам он придумал юготический язык, на который сам же исцелался, он, опять же, сам сделал еще более невменяемый перевод, который провозгласил правильно. Этот перевод был ничем иным, как словом «сета». Дело в том, что Акино решил, что ион Гора – это не новый ион, а на самом деле новый ион. Это ион сета, а он, то есть Акино, его пророк, подобно тому, как Кроули провозгласил себя пророком Тилемы. Собственно, и его книга «Ночного прихода» исполняла в организации храм-сета ту же роль, что книга закона у последователей Кроули. Параллельно с Акино над созданием причудливого микса из магии и фэнтези-вавкрафта работал и Кеннет Грант, прямой последователь Кроули. Правда, он больше работал не с хенохианой, а с так называемой «обратной стороной древой жизни». Учение, в данном случае взятого на самом деле из некоторых сомнительных спекуляций еще «Золотой зари». В общем-то, таких организаций, смешивающих все со всем, к 70-м годам было великое множество. Там же и орду темпля Рентисон Тиква, которые ко всему этому добавили еще и вудуийское плодовство. Там же и «Братство Сатурна», и «Красный дракон», он же Драгон Руш, Томаса Карлсона и многое другое. В конечном счете, к концу 70-х, начало 80-х остатки инохианской системы косвенно, в том числе, повлияли на формирование того, что Остин Спейер, ученик Кроули, назвал «магией хаоса». Проще говоря, разобраться стало так сложно, что он решил мешать все совсем. И такое действительно хаотичное положение дел и неразбериха не могли не вызвать реакцию. И они ее вызвали.